В качестве основного компилятора, на котором мы с вами будем разрабатывать и тестировать наши программы, мы будем по-прежнему использовать компилятор GCC. Последняя версия компилятора GCC – это 10.2, которая примерно полугодичной давности. Скоро, по идее, может появиться багфикс-релиз 10.3, и скоро ожидается выпуск компилятора GCC 11. Как скоро это произойдет, никто никаких давать гарантий не будет, но если у нас появится GCC 11 с улучшенной поддержкой стандарта C++ 20, то мы, конечно же, там посмотрим и будем использовать его. И в GCC 10 у нас по умолчанию включен стандарт C++ 17, и поэтому мы будем использовать его. Еще есть, как обычно, C-Lang. Последняя версия какая у него была, не помню, сейчас не скажу. Еще есть Visual Studio, которая тоже регулярно обновляется. Ну, как я сказал, референсным компилятором у нас будет G++. Всегда рекомендуется использовать последние версии компилятора. Вот в особенности это справедливо для C++, потому что с каждой новой версией компилятора улучшается поддержка самых последних стандартов, в особенности 17-го. Ну, 17-го уже все более-менее поддерживают, в особенности 20-го стандарта. И исправляются какие-то ошибки, но компиляторы становятся, естественно, очень тоже развиваются одновременно с развитием, собственно, языка C++. Параллельно, собственно, мы, параллельно с компилятором, мы с вами будем использовать тот же самый Toolset, который использовали и с языком C, это там и Make, и GDB, и что там у нас был, Allgrind, все эти Unix-овые стандартные тулы, которые у нас были и в контексте языка C. Надо сказать, что язык C++, он изначально развивался как какое-то расширение языка C, и долгое время его пытались сделать совместимым с языком C, то есть, чтобы любая программа, написанная на языке C, автоматически бы компилировалась на языке C++. Скорее всего, это была изначально неправильная цель. Не стоило прямо вот так жестко этого придерживаться, потому что эта совместимость ну, собственно, привела к тому, что язык C++ позаимствовал в C достаточно много неудачных моментов, которые в нем были. Ну, естественно, добавил много своих. Современный C++ очень сильно пытается уйти от наследия C. Отчасти это у него получается, отчасти это у него не получается и не может получиться. Ну, там, Андрей Алексеевич со мной не согласен, на самом деле, но я считаю, что полноценно использовать C++ невозможно без хорошего понимания языка C. То есть, если вам говорят, что вы, что вот мы сейчас начнем учить язык C++, а про язык C забудьте, это значит, что вам расскажут тот же самый язык C в основах. Просто они все равно рано или поздно, ну, просто не будут говорить, что это язык C. Если вы не знаете, не понимаете, вообще говоря, язык C, то рано или поздно вы упрете с то, что вы не понимаете, как работает ваша программа на C+++. Собственно, в C++ есть те же самые antifine behavior, только их стало еще больше. В дополнение к стандартным C-шным библиотекам antifine behavior добавили специфичные C++. Еще один важный момент, ну, и, наверное, на самом деле самый важный момент в том, что язык C++ и компиляторы современные C++ по максимуму стараются использовать именно вот тот toolchain, который у нас есть для языка C. И более того, если мы посмотрим на то, как описывается C++ и C в стандартах, они описаны таким образом, что и у C++ и у C где-то там вот для исполнения программ на C++ и на C используется, по сути, одна и та же машина. То есть одни и те же требования, которые необходимы для исполнения программ на C, они применимы к программам на C++. Другими словами, стандарт языка C++ разработан и спроектирован таким образом, чтобы язык C++ мог работать, мог компилироваться и запускаться, ну, возможно, кросс-компилироваться и запускаться на всех тех платформах, на которых может компилироваться и запускаться язык C. Это не значит, что везде, где есть C, есть C++, ну, там есть разные нюансы, связанные с этим. Но, по крайней мере, цель такая. То есть у языка C и языка C++ одна и та же база в виде некоторой виртуальной машины C++, которая исполняет программы на C++. Ну, давайте сейчас перейдем к более таким конкретным моментам. Какая литература у нас будет по языку C++? Что рекомендуется, что не рекомендуется? Есть замечательный сайт, о котором вы, наверное, знаете, его можно, вообще говоря, использовать и для C вообще, базового C. Сайт cppreference.com. Он обычно легко гуглится, потому что, как правило, любой запрос в Гугле на какую-то стандартную функцию с языка C++ или там ключевое слово языка C++ обычно приводит сюда. У нас здесь есть референс по C++, включая те, которые самые последние фичи, которые только-только вошли в стандарт C++20 и, может, даже еще не вошли в стандарт, является то, что называется TES, то есть предложение стандарт. То есть концепты, рейнджи, киторефлекшнинг. И прочие расширения, когда завезут рефлекшн, которые предлагаются добавить в стандарт. Собственно, мы здесь видим и описание языка, и описание стандартной библиотеки, ну, как во всех современных языках. Стандартная библиотека занимает большую часть в описании языка. Тут же есть референс пассив. Это в каком-то смысле, ну, можно считать, наверное, будет основной справочный ресурс по C++. Ну, естественно, он у нас на английском языке, но если вы не знаете английский, непонятно, что вы вообще делаете. Кроме того, авторы стандарта, не будет к ночи помянутые Струс, Труп и Саттер, основные авторы разработали некоторый текст, который называется C++ Core Guidelines, который пытается из огромного такого местами не структурированного языка C++ выделить некоторое подмножество, которое было бы более безопасно для использования, ну, и более консистентно, которое рекомендуется использовать. Это вот такое вот, можно это сказать, что рекомендации по код-стайлу от авторов языка. Тут много чего написано. Если мы откроем, собственно, сам текст, он делится на кучу подпунктов. Вот, major sections и так далее, философия, ля-ля, вот это все. И здесь они обсуждают, собственно, некоторые код-стайл гайдлайнс, которые рекомендуются для использования C++. Это, ну, так скажем так, это некоторые рекомендации код-стайл от авторов языка. Они везде, почти везде они достаточно разумные, консистентные, логичные, местами странные, но это как водится, как всегда. На самом деле, любая достаточно большая, если у вас у самих есть большой опыт разработки на C++, или любая большая корпорация, которая разрабатывает на C++, например, как тот же самый Google, ну, и Яндекс, который Google, как всегда, копирует, имеет свои какие-то внутренние документы, которые ограничивают использование C++, и рекомендует или не рекомендует те или иные конструкции. Эти все код-стайл гайдлайны, они местами, они почти по всем друг друга дополняют, но иногда друг другу противоречат. Там, например, известен подход Google к тем переменным, которые мы модифицируем в силах функции, что они передаются по указателю. Ну, вот нигде, кроме Google, так, в общем, не делается, но у этого и свои плюсы, и свои минусы. Мы с вами, в общем, скорее не будем следовать вот этим C++ гайдлайнам, то есть, точнее так, если будем следовать, то достаточно производим. Но в качестве такого хорошего чтения вы можете их посмотреть, и если у вас будет какой-то вопрос, почему так нужно делать или почему так не нужно делать, мы сможем с вами, конечно же, это обсудить и посмотреть. Итак, это вот такой как справочник, как нужно или как не нужно писать на C++. Ну, опять-таки, подходить к этому нужно. Без фанатизма, скажем так. Для совсем упоротых есть черновик стандарта C++. Ну, что значит черновик стандарта C++? Стандарт C++ публикуется вот этой вот рабочей группой WG21, IEEE, комитет по стандартизации. И, вообще говоря, официальный стандарт просто так получить нельзя. Его нужно купить за какие-то неприличные деньги. Ну, непонятно, зачем они это делают, но вот так вот сложилось. Но всегда публикуется некоторое то, что называется драфт из стандарта, которые, ну, общепризнанно, что не отличаются от стандарта практически ничем. Кроме того, что там вначале не будет каких-то официальных вводных текстов, ратифицирован, там сенаторы проголосовали за, сенаторы проголосовали против, вот этой всякой официальной ерунды. Здесь просто будет некоторое техническое содержание, которое описывает, собственно, сам стандарт. Вот этот вот драфт от, я сейчас открыл драфт от 14-го, наверное, 2020 года, ну, вполне возможно, что можно посмотреть драфт более новый. И, как я сказал, вполне безопасно считать, вполне нормально считать, что это, ну, буквально на 99-99% это текст официального стандарта. Если кому-то хочется в этом всем разбираться, вот, пожалуйста. Из литературы по С++, в смысле из учебников, если вдруг захочется теплые ламповые учебники по С++ почитать, не знаю. Вот у нас есть автор языка, Бьерд Страуструб, который пописывает книжки. Ну, в общем, я его не рекомендую вам в качестве именно как учебника, если хотите. Вот как он выглядит, язык программирования С++. Вот эта вот книжка. А там разокончивается, что мне не жалко. Страуструб пишет так себе, непонятно, запутанно, достаточно, ну, в общем, и в качестве именно учебника, ну, это не самое лучшее, не самое удачное чтение. Он попробовал, вот у него есть, собственно, язык программирования С++, вот эта вот книжка. У него есть попытка сделать учебник «Программирование принципа и практика с использованием С++». Вот такая вот книжка. Ну, вот, можно, наверное, ее почитать. Всего лишь за скромные 3416 рублей вы можете вкусить мудрости от самого Страуструба. И прочие книжки, вот хорошим читается вообще Prata по С++. Вот, всего лишь за 3300 рублей. Но это не реклама. И прочие книжки, которые вот здесь вот перечислены. Наверное, ну, они здесь без какого-то предпочтения, то есть, если хотите читать теплые ламповые бумажные книжки, вот они здесь есть. Ну, их, естественно, их можно найти в электронном виде, но я не буду говорить, как. Это то, что касается литературы по С++. Ну, еще раз повторю, что мы в качестве, наверное, основного, конечно, будем использовать онлайн ресурсы. это cpp-референс и код-гайдлайнс. Или как альтернатива гугловский код-стайл, где тоже достаточно подробно описывается, почему они используют те или иные фичи языка. Так. Ну, давайте, собственно, перейдем к тому, чтобы кратко пройдемся по тому, что мы будем делать языком для C++. Так. Для C++ мы с вами используем, как я уже сказал, тот же самый toolchain, который использовали для C. Собственно, это у нас будет тот же самый makefile, например. Или для тех, кто хочет насладиться болью, вы можете использовать cmake и прочие тулы, которые типа делают вид, что облегчает вам создание makefile. И опции командной строки у нас будут очень похожи. Компилятор для C++ называется G++. Ну, то есть, если мы хотим написать компилятор, называем G++. У меня здесь на этом на этом хосте у меня GCC 8.3 стоит достаточно старый, ну, может, я прообретуюсь и будет стать GCC 10, либо, может, я просто на другой хост перейду, мы будем запускать программы там. Кстати, про другой хост. Какие флаги мы с вами будем использовать для компиляции программ на C++. Минус G по-прежнему у нас включает отладку. Минус W включает все предупреждения разумные, которые у нас есть, которые компиляторы считают разумными. Возможно, нам потребуются опции оптимизации минус O2, но для отладки мы ее будем отключать. еще нам потребуется опция минус B W Error, которая все предупреждения компилятора переводит в категорию ошибок, и программа с ошибками предупреждения компиляции не скомпилируется. Минус std Gnup G++ 17 Вот эта опция у всех современных компиляторов GCC G++ стоит по умолчанию. Ее можно указывать, можно не указывать. Еще что нам может потребоваться, например, если мы какие-то расширения вдруг рассматривать, GNU Source может быть. И еще нам может потребоваться, например, так, что нам еще может потребоваться. А, возможно, мы будем компилировать 32-битные программы, тогда минус M32 для компиляции 32-битных программ. программы на языке C++ они имеют традиционно имеют один из большого числа суффиксов. То есть в качестве такого суффикса по умолчанию и мы всегда будем использовать с вами суффикс .cpp для программ на языке C++. Но дополнительно иногда бывают программы .cc это тоже программы на C++ и иногда в каких-то старых проектах ее можно встретить. Иногда бывает точка CXX тоже программы на C++ и иногда бывает даже вот такой суффикс .c C маленькая программа на C и точка C большая программа на C++ Мы с вами будем использовать .cpp такой общепринятый суффикс у всех программ. Что касается хедер файлов тут на самом деле разнобой полный. То есть если с файлами текстами модулей более-менее сейчас есть консенсус что это .cpp то с хедерами по-разному иногда ну и чаще всего тут просто хедеры .h без такого явного разделения на C и на C++ хедеры иногда .h пишется ну и наверное вот все нужно ли какие-то отдельные хедеры файлы не знаю иногда что тоже часто бывает вообще суффикс отсутствует касается соответственно вот что там у нас make файлы cpp я буду использовать код стайл там с четырьмя пробелами чем отличается сходу программа на C++ а программа на C мы естественно будем с вами использовать стандартную библиотеку языка C++ а не стандартную библиотеку языка C стандартная библиотека языка C++ включает в себя C-шную библиотеку как там как часть в частности мы естественно можем использовать весь вот вывод C-шный всякие там функции строковые всякие функции из Далиба и так далее но но по возможности мы будем избегать это делать везде пытаться использовать стандартные именно возможности которые есть C++ даже если C-шные возможности удобнее и проще это в первую очередь относится к такому стандартному C++ вводовыводу с помощью EOS стримов это какой-то очень странный убогий механизм вводовывода который странно спроектирован неудобен в использовании но стандартный в C++ и мы поэтому будем использовать именно его и любая C++ программа которая использует ввод вывод она начинается с заголовочных файлов которые подключают стандартную библиотеку языка C++ модуль вводовывода заголовочный файл C++ отвечающий за вывод называется EOS3 просто без H без всего просто EOS3 ну собственно мы можем его в в найти найти даже в инклудах EOS3 include C++ 8 EOS3 вот вот он просто так называется здесь какие-то заголовочные файлы значит сразу же скажу за что будет сразу же забан раз и навсегда за за include bits как там вот за bits C++ что ли как-то этот хедер называется если вы в вашей программе напишите этот хедер ваша программа будет забанена без каких-либо возможностей ее разбанить инклуд только конкретные include файлы EOS3 EOMANIP там то что вам нужно memory и так далее без какого-нибудь такого алгоритма без какого-нибудь такого массового инклуда нестандартного который bits например из ктсшного bits и так далее C++ вводит в язык понятие namespace то есть пространство имен пространство имен это некоторое чисто синтаксическое такое расширительное вещь которая позволяет делать некоторую так вот как скажем так иерархию имен по сути пространство имен это некоторые префиксы к именам которые поддерживаются на уровне языка то есть вот когда мы писали в языке C мы там могли если мы используем какую-то библиотеку писать различные префиксы и использовать по сути у нас все это было на уровне языка на уровне C++ у нас появился директивы namespace внутри которой мы можем помещать определение чего угодно и они будут помещаться в пространство имен и вся стандартная библиотека находится в пространстве имен которое называется std и чтобы использовать соответственно имена из стандартного пространства имен std нам нужно вот этот префикс std писать более-менее ко всему что мы будем использовать из std cmain у нас естественно по-прежнему int возвращающий код завершения программы только для функции main мы можем не писать return в конце функции main return 0 подразумевается есть там два или три аргумента командной строки точно так же как у нас было в случае языка c и в отличие от языка c в c++ в функции main обязательно должна быть функция и не может быть рекурсив то есть вот какие-то точка входа в программу стандарт накладывает на нее дополнительные ограничения так простейший ввод вывод у нас выглядит следующим образом у нас есть три стандартных потока которые отвечают за стандартный поток ввода стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок это std std c std out и std r они определены в стандартной библиотеке поэтому они находятся в пространстве стд и поэтому чтобы использовать вот эти сами идентификаторы нам нужно писать полный путь полный квалифицированный идентификатор этих самых потоков std cn std out std cr например я могу с стандартным потоком ввода ввести два числа вычерить их сумму и вывести результат они у меня будут интами и для ввода пользуется конструкция которая синтаксически аналогично синтаксически является операцией сдвигов вправо ну так как бы логически получается что мы из потока std cn что-то куда-то передаем с помощью двух операторов двух знаков больше перемен мы сначала считываем в переменную а потом считываем в переменную b собственно здесь форматное преобразование ну точнее преобразование при чтении определяется автоматически исходя из типа переменной int здесь знаковое чтение преобразование из десятичного вида в обычное внутреннее представление и если я хочу что-то вывести например так у меня еще есть специальный ну как бы не совсем манипулятор но вот такая вот конструкция std endle которая в c++ означает вывод на вывод символа перевода строки но и помимо всего прочего еще std сбрасывает буфер то есть то что в языке c выполняла функция f-flash и буфер сбрасывается независимо от того куда у меня собственно направлен этот вывод то есть если я его стандартный вывод перенаправлен например в файл а не на терминал то точно так же при выводе файлов std endle будет сбрасывать буфер в файл так как он работал для терминала то есть flash синхронизация буфера здесь выполняется всегда скопилировать естественно программа всего лишь 110 килобайт и соответственно вот отработали как мы можем использовать namespace сразу же если я хочу определить какой-то символ какое-то имя внутри namespace я просто так и пишу namespace в фигурных скобочках после namespace точка запятой в конце не нужна здесь я могу описать задать некоторое имя или несколько имен и вот это вот у меня будет глобальная переменная a определенная в namespace a и если я хочу ее использовать я могу написать вот так a это будет собственно не локальная переменная a а глобальная переменная a из namespace a я могу по-прежнему описывать переменные вмены namespace это будет вот это вот будет просто переменная b объявленная на глобальном namespace то есть на глобальном некотором уровне и если я хочу ее использовать я ее использую просто записывая два двоеточия перед именем переменной вот это вот у меня будет просто глобальная переменная b а не локальная переменная b вот здесь вот такую запись иногда делают в частности чтобы например использовать какие-то системные функции системные вызовы например 22.open мы обращаемся к системному вызову open там 22.close и так там когда мы хотим работать обычно со стандартной библиотекой языка c я могу писать n-space a2.b некоторые переменные c и использовать я могу и так a2.b c a умножить на b здесь я использую переменную res переменную c прошу прощения здесь я использую переменную c из namespace a2.2.clb еще в c плюс плюс есть так называемые анонимные namespace это у меня идет объявление namespace без указания идентификатора анонимные namespace определяют символы там разные классы переменные функции все что угодно с областью видимости в текущей единице компиляции то есть я могу здесь условно говоря определить переменную d ее использую так d равняется a вот анонимный namespace будет виден вот от точки объявлений дальше ниже по тексту программы до конца единицы компиляции вот скомпилировался но извне данной единицы компиляции вот этот идентификатор d у нас доступен не будет ну просто анонимные namespace это аналог сишных ключевого слова static при имени переменной но сделаны так сказать по c++ static не равняется 10 то есть static на самом деле вот в c++ программах использовать не рекомендуется мы его и не будем использовать именно вот в этом смысле в котором он здесь записан для ограничения видимости одной единицы компиляции вместо этого мы будем использовать анонимный пространство так давайте сделаем пожалуйста перерыв 5 минут после чего продолжим дальше и поговорим про юзинг и потом поговорим про инициализацию про юзинг Продолжение следует... 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 которые относятся к объектно-ориентированному подходу в его классическом понимании. А есть вещи, которые связаны с тем, как хорошо организовывать код и как правильно писать код, чтобы он был хорошо поддерживаемый, и на нем было удобно писать и было удобно пользоваться. В частности, из высокоуровневого подхода мы говорим о том, что давайте выделим те сущности, которые у нас есть в нашей системе, назовем эти сущности как глобальные вещи классами, конкретные экземпляры этих сущностей назовем объектами, и будем со всем этим жить. Мы дальше эти понятия сейчас все развернем. А второй подход – это давайте писать так, чтобы у нас код был понятный, удобный и хорошо задокументированный. Ну, в частности, предположим, что у нас есть какой-нибудь массив. Ну, что такое массив? В случае, если у нас есть какая-то функция f, то в сущном виде мы этот массив передаем в виде указателя. И некоторого размера. Ну, не int, а size t. И некоторого размера. И вот этот вот сишный подход, он не очень хороший. Почему? Потому что мы здесь передаем две связанные, вот здесь у нас две штуки, у нас получился указатель какой-нибудь а и размер. Это у нас две связанные сущности. И следующее, давайте договоримся, что эти две связанные сущности у нас будут являться одной сущностью с точки зрения языка. Одной сущностью с точки зрения языка, ну, например, она будет являться некоторой структурой array, в которой у нас возникают два поля. Это, собственно, некоторый указатель и непосредственно size t и количество элементов. И в тот момент, когда вы функцию захотите передать какие-то сущности, которые связаны одно с другим, давайте мы будем сюда передавать, ну, либо в сишном виде extract array a. И в этом случае у нас в нашу функцию будет приезжать и указатель, и размер. Ну, а дальше, как мы помним из языка c, что вот эта вот штука у нас передается по значению. Ну, и в этом смысле у нас здесь получается такая вот эквивалентная передача и указателя, и n. Но внутри кода мы уже нигде не забудем то, что у нас есть и указатель, и размер этого массива. Дальше вот эту вот идею можно развивать. Ну, например, предположим, что вы парсите какой-нибудь конфиг, и у вас в этом конфиг-файле есть какая-нибудь строчка вида ключ значения. Вы вот этот вот файл, например, подмаппили в память, ну, и у вас есть просто указатель на эту строчку, на ключ значения. Ну, а дальше вам непосредственно где-то в коде нужно выделить, непосредственно получить какую-нибудь переменную с этим вот ключом, и переменную с значением. В хорошем, то есть в мире, где у нас есть средство, которое нам предоставляет C++, нам просто хранить указатель на ключ и указатель на значение нам недостаточно. Нам нужно еще вот здесь знать, когда этот ключ заканчивается, ну, и, соответственно, нам нужно знать, когда заканчивается вот этот value. Вариант первый, как мы можем сделать? Вариант первый, и как это делается в C, мы вот здесь, когда парсим эту строчку, мы можем модифицировать вот этот вот кусок памяти, и вот сюда записать слышноль, ну, и просто присвоить указатель кей на непосредственно начало строчки кей и указатель value на начало строчки value. В этом случае у нас все будет хорошо, но при этом мы вот этот вот кусок памяти мы изменили. Что можно сделать второе? Второе, можно представить, что у нас строка, как сущность, которую мы сейчас будем рассматривать, будет некоторой двойкой в виде указатель на начало и количество элементов. Ну, в частности, здесь вот нам вот этот вот ключ нужно будет хранить как указатель на кей и количество элементов 3. Ну, в итоге у нас получается, что нам нужно где-нибудь int хранить кейлен, и тут некоторый, ну, это опять же не int, и вот как только у нас возникает необходимость вот передавать и дальше где-то по нашей программе передавать вот этот вот пары, одна штука и количество элементов, другая штука и количество элементов, поэтому у нас как раз получается вот эта вот структура, условно, array, или в современном C++, это можно считать некоторым классом std-span, он же называется std в некоторых местах, он же называется range, о, не std range, а просто чего-нибудь там range и так далее. Ну, то есть у нас концепция какая? Концепция, что мы связанные значения будем считать одной сущностью, одним типом, и будем дальше с этим типом работать. Это пока такие небольшие упрощения, а дальше у нас возникает следующая потребность, дальше у нас возникает потребность, и то, что мы с вами видели для некоторой структуры, random, как генератора случайных чисел. Мы видели потребность, если мы сейчас живем в мире C, ну, например, нам нужно здесь хранить какой-нибудь, здесь пока ничего не нужно хранить, ну, допустим, здесь нам нужно хранить какой-нибудь seed, нам нужно хранить здесь какое-нибудь количество случайных чисел, которые мы получили, и нам нужно уметь получать следующее случайное число. И в этом случае мы... Давайте я сейчас вот эту вот штуку удалю, нам пока не нужно. В этом случае у нас для получения следующего числа у нас возникала следующая конструкция. Нам нужно получать следующее случайное число, нам нужно, значит, как и дело, написать какую-нибудь функцию next, и в эту функцию next нам нужно передать сам генератор случайных чисел. И, ну, наверное, какой-нибудь... Давайте пока так, пока просто генератор случайных чисел, откуда мы хотим получать это случайное число. Дальше, когда у нас есть вот этот вот генератор случайных чисел, мы можем позвать ранд и просто его, например, вернуть. Это пока плохо иллюстрирующий пример. Вернули чего-нибудь. Подкапотный ранд. Вариант, когда мы, например, случайные числа хотим получать с dev-random, то нам здесь нужно хранить, ну, вариант там, либо какой-нибудь файл звездочка, который связан с этим открытым файлом, либо хранить файловый дескриптор fd, который связан с открытым файлом устройства dev-random. Там seed нам в этом случае не нужен. И для получения следующего случайного числа нам нужно сделать что-нибудь такое. Значит, мы хотим сделать переменную a, и дальше из r стрелочка fd прочитать. Это вот переменная a. Так, ну, еще ее, естественно, нужно вернуть. Так, ну, в итоге, в нашей основной программе мы можем завести наш генератор. и дальше для нашего генератора позвать метод next. от генератора r. Ну, тут на самом деле, на самом деле, здесь нам нужно передавать некоторый адрес. Ну, давайте передадим здесь вот этот адрес. к чему мы сейчас пришли. Мы сейчас пришли к тому, что и первое отличие c от c++, о том, что c++ у нас к некоторой структуре, в которой у нас какой-то кусок памяти, диапазон принимаемых значений, у нас еще прикрепляется некоторая сущность, которая является методом над этой структурой. Ну, а в частности, если с точки зрения объектно-ориентированного подхода, и что мы дальше в конечном итоге хотим получить, мы хотим получить некоторый r и вызов вот такого метода next. Это вот вид, как у нас должно быть в стиле настоящего c++. И первое, что у нас, первый постулат объектно-ориентированного подхода в том, что у нас вся наша система, которая у нас сейчас вычисляется, она представляет из себя набор объектов, и эти объекты отправляют друг другу сообщения. В частности, здесь у нас некоторый объект, ну, можно в некотором случае, в некотором роде считать, что у нас есть некоторый объект main, как главная функция нашей работающей программы, она здесь у нас вот в этой концепции отправляет сообщение типа next с вот заданными параметрами объекту random и получает некоторый ответ в виде вот этого вот случайного числа. Ну и дальше вся наша программа представляет из себя набор объектов, которые вот таким вот образом друг с другом общаются. В итоге у нас к нашей к нашему генератору случайных чисел у нас добавляется некоторый к нашему генератору случайных чисел, который представляется в виде структуры, у нас добавляются еще некоторые методы, которые над этой структурой могут выполняться. Ну, собственно, то, что они выполняются над этой структурой у нас и задается в иллюстрируются в виде вот этого вот параметра, который у нас передается в качестве первого аргумента. Так, что мы можем делать дальше? Дальше мы можем договориться о следующем. Значит, мы здесь сделали некоторый генератор случайных чисел, а дальше мы можем представить, что мы вот в этом месте, когда у нас есть здесь вот какой-то R, мы хотим в зависимости от того, какой генератор случайных чисел у нас сейчас создан, мы хотим ими универсально пользоваться. Но перед тем, как мы начнем ими универсально использоваться, давайте вспомним, что мы здесь еще забыли. чтобы вот эта вот программа более-менее хоть как-то работала. Мы здесь забыли непосредственно создать этот объект. То есть нам нужно каким-то образом проинициализировать вот это вот наш random. Ну, мы что можем сделать? Мы можем сделать некоторую функцию init, которую передадим random R, который будет делать что? Которая будет делать R стрелочка F RANDOM что-то такое. Соответственно, вот эта функция у нас должна инициализировать наш объект. Ну и дальше мы, перед тем, как начинать пользоваться нашим объектом, хотим позвать вот эту функцию init от нашего объекта R. Зачем я здесь везде передаю указатели, мы с вами еще увидим. Ну, в частности, наверное, для того, что в случае, если мы живем, например, не с структурой RANDOM, а с некоторой структурой строка, ну, какая-то такая плохая строка, у которой есть некоторый буфер из каких-нибудь элементов размер, чтобы нам не приходилось вот эту структуру копировать по значению, что было бы очень дорого. Итак, к чему мы получили? Мы получили некоторую функцию, которая у нас является, которая у нас инициализирует наш объект в корректное состояние. То есть, в случае, если мы вот эту функцию next позовем до того, как мы пронициализировали наш объект, мы получим какую-то фигню. Ну, здесь мы получим самую натуральную фигню вида. Ну, формально это даже undefined behavior. По сути, здесь мы в жизни к чему придем, скорее всего, к тому, что мы пойдем и начнем читать из какого-то левого файла у дескриптора. Ну, потому что у нас вот этот переменный инициализированный в поле fd записано непонятно что, но мы пошли в какой-то странный файловый дескриптор. Иногда мы даже оттуда сможем что-то успешно прочитать. Вот, то есть, первое замечание, что у нас, чтобы нормально пользоваться объектом, этот объект должен быть проинициализирован, то есть, нам нужно позвать функцию и нет. Если мы пытаемся пользоваться объектом до того, он проинициализирован, то это плохо и это antidefine behavior. Так, это мы проинициализировали. Ну и последнее, что мы забыли еще одну штуку сделать, мы забыли написать функцию destroy, которая будет разрушать наш объект. в нашем случае разрушение так, только init у нас тоже будет в нашем случае разрушение этого объекта это и нам нужно что сделать в случае генератора случайных чисел нам нужно назвать close от r стрелочкой d так вот здесь мы на самом деле сделали здесь мы завели некоторый генератор чисел мы его это значит это у нас плохо мы его проинициализировали мы им воспользовались вызов там какие-то методы для этого объекта мы его разрушили в итоге в итоге мы пришли к тому что мы хотим сделать некоторую абстракцию объекта генератора случайных чисел мы говорим что эта штука у нас умеет получать новые случайные числа это первое второе эта штука как эта абстракция имеет еще внутри себя некоторые внутренние состояния ну в частности это внутреннее состояние в нашем случае представляет из себя содержащийся внутри открытый файловый дескриптор это внутреннее состояние нам нужно проинициализировать и поддерживать корректно то есть у нас перед тем как мы когда мы создали наш объект мы после этого должны его проинициализировать и только после этого мы сможем им я сейчас сказал создали наш объект это плохое слово потому что мы вот в этом месте мы то есть на самом деле мы его создали но по факту мы им еще не можем корректно пользоваться потому что у нас в нашем случае там не открыт корректный файловый дескриптор мы им воспользовались то есть вызвали какие-то методы для этого объекта и дальше заметим что вот этот вот метод у нас получение следующего случайного числа он всегда у нас связан с каким-то объектом с каким-то конкретным объектом и вызывается он для какого-то конкретного объекта в частности в случае например если бы мы хотели вот здесь пользоваться разными файлами которые у нас генерируют случайные числа мы могли бы здесь передать файл name и здесь передать файл name дальше здесь при ненициализации нам нужно было бы передать еще defrandom ну а что мы могли сделать еще мы могли завести здесь r и какой-нибудь s и проинициализировать этот s проинициализировать def random ну и дальше нам нужно его быть мы могли бы пользоваться им и соответственно вот здесь вот например выводить следующее случайное число для s ну и естественно нам нужно его еще уметь уметь разрушить так соответственно у нас метод который мы вызываем он у нас вообще говоря связан с каким-то объектом над или с каким-то в нашем случае куском памяти над которым этот метод вызывается ну и последнее что у нас заведомо должно быть это если метод init он нас переводит наш объект который у нас есть сейчас еще не инициализирован в объект который является корректным которым можно пользоваться ну вообще если формально то вот этот метод init у нас настраивает над вот этим вот куском памяти который у нас представляет рандом звездочка он настраивает инвариант который дальше у нас должен во время жизни нашего объекта корректно поддерживаться ну и в частности каждый метод который вызывается над этим объектом сам инвариант у нас нарушать не должен ну и последнее что нам нужно сделать нам нужно научиться разрушать этот объект в нашем случае это освобожать вот этот файл fd и освобожать соответственно ресурсы которые у нас были захвачены при при инициализации этого объекта так это соответственно как мы можем теперь вот эту вот всю конструкцию привести к приличному виду давайте где-нибудь вот здесь вот ниже будем здесь у нас будет сишный кусок а где-нибудь здесь ниже мы будем писать си-плюс-плюс кусок ну в частности мы можем завести ту же самую структуру и в этой структуре нам вот нужно завести файл fd во-вторых в этой структуре и следующая штука которая у нас возникает в c-плюс-плюс мы в c-плюс-плюс вот этот метод next который мы здесь писали вот этот метод мы его описывали и описываем в виде метода в который внутри нашего класса при этом в сигнатуре этого метода если у нас здесь в качестве в next в качестве аргумента вот здесь вот передается указатель на непосредственно тот объект над которым этот метод вызывается то с точки зрения синтаксиса языка здесь нам ничего передавать не нужно потому что этот метод у нас будет вызываться для конкретного объекта дальше что нам нужно еще уметь делать ну дальше нам нужно непосредственно написать реализацию этого метода реализацию этого метода мы можем написать как внутри этого объявления но в частности мы можем здесь здесь вот а рит а м д а и риту а так это мы описали наш метод и дальше давайте им пользуемся делаем mail и random r и std r.next и чтобы вот постоянно не получать не получать вот здесь адреса и чтобы у нас код был лучше читаем мы договариваемся что у нас есть переменная r и через оператор оператор звездочку мы можем указывать тот метод который у нас для этого r вызывается сейчас здесь вызывается next и вот этот вот код на самом деле он преобразуется вот с точки зрения дальше того что у нас получается в результате у нас получается код который эквивалентен вот этому сишному коду то есть у нас вызывается некоторое свободное то есть вот этот метод next это в итоге все равно некоторая свободная функция для этой свободной функции у нас в качестве первого аргумента в неявном виде передается адрес того левого операнда который у нас для которого у нас этот метод был вызван так мы вызвали этот метод next дальше нам нужно этот объект каким-то образом разрушить про разрушение у нас сейчас чуть позже и так это мы пока просто что сделали мы получили некоторую структуру которая у нас является объектом и как некоторый набор значений которые некоторые ну то есть у нас получается некоторый абстрактный тип данных с диапазоном принимаемых значений и набором операций над этим типом данных здесь у нас набор операций который у нас получается который у нас реализует этот генератор случайных чисел это у нас получение следующего случайного числа ну дальше мы вот таким вот образом им пользуемся следующее что нам нужно сделать нам нужно научиться эту штуку инициализировать давайте перед инициализации поговорим чем вот этот вот код еще плохой код плохой тем что эта штука вот начиная с 50 строчки до конца вот этого штука по модулю наличие include эта штука не компилируется и вот здесь вот важно так же как и в си не забывать точку запятой иначе мы получим два экрана три экрана неприятных ошибок компиляции ну то есть иначе вот этого штука прилетает к возвращаемому значению в мэйн и все плохо так следующее что что мы забыли мы забыли а на следующий перед тем как мы перейдем к инициализации мы следующий синтактические конструкции значит во первых внутри метода который у нас является методом нашего нашего класса мы у нас во первых мы можем пользоваться вот это вот переменной fd но иногда у нас бывает что у нас здесь вот в качестве аргумента внутрь этой функции появится какой-нибудь аргумент который перекрывает то поле который здесь описано но иногда считается что это не очень хорошо но мы можем с этим бороться следующим образом как я уже сказал что вот этот вот вызов 66 строчки r.next это на самом деле просто вызов свободной функции то есть у нас просто у нас есть нормальная функция next для которой делается реальный call и для этой функции next в качестве первого аргумент в качестве первого аргумента листом с точки зрения си плюс плюс это у нас будет такой неявный нулевой аргумент в качестве нулевого аргумента у нас передается точно такой же указатель на вот такой же указатель на то от для чего этот метод вызывается но в частности у нас вот здесь вот есть этот неявный указатель завис который является указателем на вот эту структуру random и мы можем к полям этой структуры через этот вот из через стрелочку обращаться это первое второе допустим раз мы хотим реализовать метод next штрих мы этот метод next можем не описал не его реализацию можем не прописывать при объявлении нашей структуры а можем прописать описать где-то вне то здесь мы говорим что у нас этот метод есть тело этого метода мы можем описать снаружи мы можем тело этого метода описать например в каком другом файле ну и дальше мы с вами посмотрим посмотрим как у нас будет работать раздельные компиляции и так метод синтаксис мы указываем что этот метод next у нас должен быть объявлен в пространстве имен рандом у нас есть метод next и метод next штрих и мы каким-нибудь образом вот ну то есть такой что у нас есть оператор раскрытие области видимости пространство имен и у нас идет пространство имен а класс и структуру у нас является неком пространстве и через четыре точки мы позже и либо поле либо метод который находится в этом пространстве имен так это с точки зрения синтаксиса а теперь нам нужно научиться вот эту штуку инициализировать при для инициализации этой штуки вообще говоря нам любой объект он должен быть как-то представлен в памяти то есть у нас у нас есть некоторый набор байт в памяти и этот набор байт у нас должен быть каким-нибудь образом всегда про инициализирован и над чтобы он стал корректным объектом нам нужно настроить или сконструировать над ним тот вариант который этот объект должен поддерживать вот это вот конструирование у нас в нашем случае выполняется функции и нет в случае в случае си случае си плюс плюс это конструирование выполняется с помощью конструктора объявление конструктора имеет следующую следующий вид random и дальше мы можем инициализировать наши поля ну например мы можем здесь вот делать fd open и а мы хотели передавать файл мы хотели еще передавать ими файл который мы хотим сейчас открывать поэтому здесь у нас может быть произвольное количество аргументов в частности мы здесь можем передать файл нэйм и дальше 10 этот файл нэм открыть открыли вот ну соответственно здесь мы написали ту же самую инициализацию которая у нас происходит в методе и нет то есть то что мы описываем в качестве специальной функции который называется точно эта штука нас являет инструктором и она собственно инициализирует вот этот кусок памяти который у нас есть инициализирует приводя в корректное состояние в частности в состоянии с открытым файлом дескриптор дальше синтактически мы для того чтобы указать как мы хотим сконструировать этот объект р мы можем написать там вариант 1 или да здесь вот но вариант 2 мы можем использовать унифор вот в таком вот видите там их уран дом сейчас в нашем случае есть разница между первым первым вторым есть никакой не будет так соответственно в этом функция которая совпадает с именем это правда это тоже обычная функция которая впадает с именем класса у нас называется конструктором и она инициализирует ту область которую нас занимает наш объект а конструкторов до следующий момент в языке си плюс плюс в отличие от языка си у нас может быть несколько разных функций с одним и тем же именем но с разными сигнатурами но в частности мы здесь можем вместо вместо аргумента с именем файла можем передать сделать отдельную функцию рандом без аргументов который будет делать примерно то же самое но брать какой-нибудь наперед заданный наперед заданный файл открывать это допустим у нас может быть много функций с разным с разными аргументами в этом случае у нас компилятор на этапе компиляции сам выбирает дефолтный рандом здесь у нас компилятор что тоже самое эквивалентно рандом д фигурные скобочки и что то же самое эквивалентно а вот этому она уже не эквивалентно р круглые скобочки это у нас на самом деле кто может сказать что вот это вот такой получилось 777 строчки последняя честно говоря похоже на функцию которая возвращает рандом да правильно это функция которую здесь мы объявили r как функцию которая возвращает рандом ну и соответственно здесь мы не позвали это не объекте по рандом то есть вот это вот штука функция воде и как нибудь эфемерно зачеркнем что вот это вот не эквивалентная штука вот ну и дальше компилятор в зависимости от контекста у нас выбирает то какую функцию вызвать здесь у вас видишь у нас аргументов нет поэтому нас вызывается вот эта функция здесь у нас мы видим что у нас аргумент то есть поэтому нас вызывается эта функция а самом деле наверное написать вот две вот такие функции плохо и можно воспользоваться следующей фишкой а именно аргументами по умолчанию и убрать вот этот вот кусок кода вообще здесь мы говорим что у нас фн по умолчанию равен вот этой вот константной строке ну и в этом случае в случае если у нас нет аргументов на самом деле вот это вот сеть 77 строчка в неявном виде компилятором подставляется вот здесь вот это вот значение defrandom и на самом деле вот в этом месте в 77 строчке при вот таком вот объявлении у нас по факту будет вызываться функции с одним аргументом нам вот это вот знание того что здесь вот компилятор вот это вот в неявной виде вот эту штуку подставляет нам в дальнейшем пригодится следующая вещь который нам нужно сделать это нам нужно разрушать наш объект освобождая ресурсы разрушая нашу настроенный хороший вариант который задает то что то что нас этот генерал хороших для этого существует но здесь вот мы написали функцию в 30 строчки написали функцию где строить в 44 его вызвали нам нужно закрыть файл освободить файловый дискриптер иначе там у нас утекут файловый скриптер и все будет плохо и мы хотим сделать точно такую же функцию смотреть здесь что нам хочется здесь нам хочется вот это вот всяких лишних функций не писать здесь нам хочется в ней чтобы у нас в одном месте было и объявление то здесь в сишном варианте мы где-то здесь объявляли переменную и где-то в другом месте и инициализировали есть мы условно говоря объявляем переменную и и инициализируем в одном месте точно так же нам в случае если у нас например это вот объявление в этом перемен у этой переменной есть парня на и время жизни нам хочется чтобы вот тут функции дестрой у нас вызвалась автоматически когда эта перемена должна разрушиться вот штука которая разрушает наш объект а у нас называется деструктором и функция которая начинается с тильды рандом и здесь нам что нужно сделать нам здесь нужно написать клосок вы из стрелочка fd ну и то же самое эквивалентно close от fd мы уже говорили что у нас здесь интересно ну ладно здесь у нас из в неявном виде переданный указатель на наш объект почему он указатель скорее по историческим причинам потому что по факту у нас вот эта вот программа на си и изначально с помощью транслятора сифронт преобразовывалась в сишную программу который которая собственно выглядела вот каким то вот таким вот образом так ну и соответственно здесь у нас когда у нас main заканчивается у нас все созданные здесь объекты автоматически уничтожаются и для них вызывается деструкторы и у нас происходит освобождение ресурсов и с вами пока еще не рассматривая вообще даже понятие объектно ориентированного подхода с кроме там понятие наверное некоторые абстракции мы пришли самому наверно полезному свойству объектов в си плюс плюс это их корректное время жизни а именно мы смотрели первый паттер который называется и ресурс аллокейшен из инициализейшен который говорит нам следующем что у нас выделение ресурсов все на нашем случае ресурс у нас и является файловый дескриптор это инициализация объекта дальше вне зависть после того как мы вот здесь вот выделили объект r мы его инициализировали захватили ресурс а дальше как только мы покинем скоб вот это вот мы на каким-нибудь образом у нас этот объект автоматически разрушится и у нас автоматически произойдет освобождение ресурса какие у нас бонусы бонус у нас следующий что мы если у нас есть есть дополнительные какие-нибудь дополнительные уровни вложенности ну например мы вот этот вот рандом р штрих делаем внутри еще одного скупа как только у нас вот этот вот скуп закончится мы попадем в 83 строчку мы выйдем из вот этого скупа у нас объект r подчеркивание разрушатся и ресурс виде захваченного файлового дескриптора у нас освободиться из бонусов у нас следующее у нас здесь вот могут быть какие-то еще куча вещей мы вот пишем 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 какую-нибудь нашу программу и в случае если бы нам в явно видено происходило либо его здесь вот вызывать destroy от этого вот их то мы когда где-то вот здесь в середине написали бы какой-нибудь и в чего-нибудь и break ну break если у нас каком цикле если здесь у нас какой-нибудь выход из функции то мы могли бы вот в этом месте могли бы забыть могли бы забыть в этот вот destroy и у нас произошло бы произошла бы утечка ресурсов собственно в этом основная полезность вот этого идиома раи потому что если мы захватили ресурс то он при выходе из вот этого конкретного скупа этот ресурс будет освобожден автоматически и мы вот здесь вот бы нет здесь нам не нужно помнить не нужно запоминать что мы здесь вот должны освобождать этот ресурс так это мы про инициализировали объект мы разрушили объект на самом деле мы с вами не подошли к настоящей абстракции и это во первых а во вторых мы с вами не поговорили про то что собственно у нас давайте сначала поговорим про настоящую абстракцию а потом поговорим про то что мы при рассмотрении вот этого вот примера с инициализации здесь объекта и разрушениями его здесь что мы с вами еще не рассмотрели и так если говорить про настоящую абстракцию то мы хотим здесь мы вот договорились что у нас есть генерал случайных чисел с некоторым файловым дескриптором на самом деле с точки зрения того кто вызывает метод next ему все равно что внутри и ему все равно что внутри находится вот этот вот файловый дескриптор поэтому давайте мы сделаем следующее давайте мы договоримся что вот этот вот у нас вот этого структуру у нас это микро структуру random df а дальше договоримся что у нас у нас есть вот некоторая структура random который у нас умеет генерировать случайные числа что такое умеет генерировать случайные числа и знать что у нас у этой структуры random есть некоторый метод сейчас вот у нее есть некоторый метод это с точки с учетом того что мы сейчас с вами находимся на половине экрана который отвечает за си это сложная фраза поэтому она у нас будет описано следующий следующей вещью что у этой структуры есть указатель на функцию которая принимает на вход random r ой random звездочка и дальше в нашей программе если мы где-нибудь здесь заведем такую функцию создадим наш генератор то в вот в этом месте мы хотим сделать следующий мы хотим вызвать метод next передав в качестве указателя наш r это мы сделали какой-нибудь какой-то просто только вот здесь давайте у нас есть какой-нибудь адрес почему вот здесь вот нам нужен адрес мы сейчас еще чуть-чуть чуть-чуть позже узнаем вот здесь у нас есть адрес r и мы вот таким вот образом вызываем метод next получаем следующее случайное число возвращаясь то есть это вот то что мы хотим сделать извините Андрей Алексеевич а почему у нас двойной указатель получается ведь у нас же тут указатель на него еще и адрес да здесь конечно вот так что мы дальше хотим делать мы хотим сказать что у нас вот в этом вот а а а ран д ф если вот я сделаю совсем плохую вещь я вот напишу вот так вот а дальше ну я скажу что у нас вот это вот рандом деф у нас тоже реализуют метод next почему я сказал плохо потому что это какой-то такой гошный стиль и все 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 плюс плюс так нельзя делать но сейчас мы вот на основе того что у нас вот здесь есть один такой метод есть вот есть вот такой вот метод мы с вами посмотрим на настоящую абстракцию и на то что вы делали в прошлом семестре когда делали похожие вещи с указателями на функции и так нам теперь когда мы то мы здесь что мы здесь хотим сделать мы теперь хотим вот тут вот каким-нибудь образом проинициализировать наш объект то есть мы хотим смотрите у нас рандом это объект у которого нет никак почти нет никакого стейта то есть у него нет внутреннего состояния которое описывает там текущее состояние вот этого генератора случайных чисел поэтому создать его мы не можем но мы можем создать конкретный генератор например генератор через random dev ну и собственно нам нужно сделать вот эту вот функцию которую креет рандом дэв рандом дэв эта функция у нас будет возвращать ну давайте эта функция у нас будет возвращать рандом дэв звездочка а будет принимать где я подписал просто чар звездочка это тоже самое что консер звездочка ну так файл на время и а вот здесь вот нам следующее чтобы на того что мы здесь оперируем сейчас хотим с вами оперировать указательным нам нужно сделать следующее нам нужно выделить память нам нужно выделить память под весь рандом дэв поэтому мы делаем рандом дэв звездочка да не тут то что мы описываем в разном порядке это это нормально мы всегда можем переставить так чтоб компилятор знал что что такое рандом дэв что то что он выше и так нам нужно некоторые кусочки визу сок памяти который у нас является вот это нашим генератором мы его выделяем здесь я сейчас намеренно напишу колог моему номер напишу молок значит нам нужно выделить и дальше мы хотим про инициализировать что мы хотим про инициализировать она у нас уже на самом деле все написано там был какой-то метод и нет который мы вызывали над указателем r но который а как метод и не которому вызывали на указателем r и который мы в котором мы передавали имя файлов так а теперь смотрите следующий магия а магия нас заключается в следующем что вот тут вот у нас возвращается указатель на рандом т.ф. а здесь мы получаем указатель на рандом просто но и мы хотим чтобы у нас вот валидом оставалось использование этого метода next он останется валидным и это законно потому что у нас здесь метод next и вот здесь вот метод next они у нас живут и находится с одним и тем же смещением поэтому а я в последнее что самое важное не сделал да естественно будет делать какой нет и мы еще хотим еще хотим вот в этом месте в стрелочка next присвоить просто просто метод next который у нас вот где-то здесь для рандом т.ф. где-то здесь для рандом т.ф. объявлен вот мы вот здесь в этот метод запомнили и дальше с учетом того что они в двадцать седьмой строчки и десятой строчки вот эти вот методы они все объявлены и внутри структуры эти поля хранятся с нулевого смещения мы смело можем привести один указатель к другому и обратиться к одному и тому же полю который хранится по одному и тому же смещению и это у нас будет корректно здесь мы по факту при вот этом вызове мы с учетом того что мы здесь вернули рандом т.ф. у нас в переменной next хранится вот этот вот метод next из тридцать седьмой строчки и он у нас этот next у нас проинициализирует 22 строчки и в семнадцать строчки мы несмотря на то что у нас здесь мы пользуемся генератором случайных чисел не через указатель на random def а через указатель на некоторой некоторую абстракцию генератора случайных чисел который умеет делать этот он умеет только одну штуку он умеет только вызывать метод next ну то есть он говорит что у нас есть метод и и вот здесь вот мы воспользовались используя указатель на некоторую абстракцию генератора случайных чисел мы вызвали конкретный метод next и воспользовались конкретным генератором случайных чисел соответственно вот этот вот генератор вот этого стракта рандом ну или вот описание того что у нас должен уметь наш объект эта штука называется интерфейсом и в некоторых языках программирования даже вводится отдельные сущности отдельные понятия языка как интерфейс в си плюс плюс уже не такого нет но мы вот здесь его им воспользовались это мы воспользуем пока с точки зрения языка си вот этим интерфейсом ну и дальше мы имея и но и базовая вещь мы имея указатель на вот этот вот интерфейс воспользовались конкретной реализации в чем бонусы бонусы в следующем что вот в этом месте мы можем вызвать не этот метод это альтернативная строчка а можем вызвать какой-нибудь метод create рандом но не знаю рандом ранд который с помощью сида создается мы тут хотим передать какой-нибудь сид 42 и здесь с учетом того что выбор какая у нас строчка выполнится 16 15 или 16 мы можем настраивать в зависимости от фазу луны и чего-нибудь еще и соответственно выбор того какая у нас функции какой у нас метод next здесь вызовется забыть зависит от того какая какое у нас создание вот тут или тут произойдет то есть будет этот выбор поведение будет происходить в ран тайме так ну соответственно мы возвращаясь к вот этому вот этой вот функции креет здесь мы можем найти следующую забавную штуку что непосредственно создание объекта это не только его инициализация вот нас функции и нет и как я уже говорил вот функция рандом внутри с точки зрения c++ то что называется конструктором для нашего объекта рандом это является просто функции которые инициализируют какую-то уже выделенную область памяти а при создании объекта мы видим что нам нужно каким-то образом еще область памяти выделить и вот это вот область памяти под объект она у нас выделяется вот в этом месте при объявлении объекта у нас происходит две вещи первая вещь это нас происходит выделение памяти и вторая вещь которая описана вот это 97 строчки у нас происходит над этой памятью вызов функции которую эту память инициализирует ну то же самое здесь здесь мы выделили память и про про инициализировали а так то есть создание объекта это первое выделение памяти и инициализация этого память и инициализация этой памяти вторая штука это разрушение объекта разрушение объекта это соответственно что нам нужно сделать нам нужно освободить ресурс то есть вызвать функцию дестрой а после этого нам нужно освободить память но собственно чего мы здесь еще не дописали чтобы она была настоящим здесь нам нужно еще написать наверное random звездочка указатель на функцию free который принимает звездочка r вопрос зачем нам вот здесь вот для при для освобождения памяти туда тут не фри на ну давайте пусть пусть на забудет называться free зачем нам вот здесь вот в таком в таком интерфейсе а чем нам здесь возвращать random звездочка здесь мы хотим сделать р стрелочка а ну чтобы ее в обычную функцию free передать и память из мне нет на самом деле вот это вот вот это вот r free она должна внутри себя она обязана сама уничтожить память почему потому что вот в этом месте create random дэв он сам выделяет память и он вот здесь вот выводил память в мал мал с помощью молока и как раз то он вот здесь вот знает каким образом нам нужно сказать давайте так назовем здесь нам нужно делать какую-то функцию которая делает close and free вон какой-то другой create он может например не выделять память с помощью молока а он может например выделять память из какого-нибудь своего пула он может инициализировать глобальную переменную возвращать просто адрес этой глобальной переменной поэтому то с помощью чего освобождать память знает тот кто этот объект создавал в частности знает вот эта вот функция create random дэв поэтому после того как мы вернем выйдем вот из этой функции free нам уже освобождать память не не надо потому что за освобождение памяти отвечает та функция которая была проинициализирована тем кто создавал и то есть выделял эту память то есть здесь вот важно что у нас выделение и освобождение памяти должно происходить на одном и том же уровне абстракции то есть если у нас выделял память какая-то сущность которая связана с random дэв то освобождение освобождение памяти у нас должно заниматься тот же самый create random дэв поэтому здесь вот после того как мы позвали вот эту штуку который является деструктором после этого после этого уничтожать объект нам уже не нужно извините пожалуйста вроде как нужно еще инициализировать free в random дэв потому что у нас она не инициализирована будет и мы тогда не сможем фри объявить ну это про то что в поле не раз ли а вода про это очень хорошо замечание то есть давайте сейчас сейчас про вот это освобождение договорим а потом починим наш рандом дэв а значит вот это вот free зачем здесь вот здесь вот возвращать указатель на самом деле хорошим ну смотрите после этого у нас этим объектом пользуются нельзя поэтому хорошим тоном является написать здесь давайте в фишном стиле написать здесь нам иногда это дело можно забывать делать поэтому вариант который мы можем сделать он первый мы можем передать сюда адрес р и тогда сигнатура вот этой вот функции будет вот такой ну и тогда давайте вот это вот какой-нибудь клоузед фри напишем ой да это и свет и совсем какой-то тоже написан а вот естественно естественно вот таким вот образом значит мы получаем двойной указатель на r дальше мы разадресуем r приводим это к рандом дэв ну потому что мы это наша специальная функция которая используется только в рандом дэв что нам мешало в прототипе рандом дэв написать нет вот здесь здесь на потому что это да мы ничего не знаем про рандом иначе начали next писали функцию там же был указатель на рандом дэв в реализации там должен был быть указатель на рандом ну мы в любом случае можем привести указатели потому что мы знаем что мы сюда по факту нас приехал рандом дэв поэтому мы имеем право вот это привести вот это вот приведение указателя дальше нам нужно сделать rd fd оуз и дальше с учетом того что у нас здесь у нас они то инициализировалась нам нужно вот в этом месте сделать free от вот rd и звездочка р мне цинал это значит первый вариант ну а второй вариант это возвращать здесь рандом дэв в реализации рандом дэв в реализации передавать один указатель и здесь освобождать здесь сделать ретурнал и здесь делать вот такой вот простой конструкция ну вы решете штуки эквивалентно так теперь давайте починить то что у нас free нету здесь а починить его достаточно просто мы сейчас с вами перейдем к наверно смежной концепции из объекта ориентированного подхода мы здесь сейчас мы с вами частично посмотрели посмотрели мы с вами посмотрели на абстракцию это первое второе второй термин объектно ориентированного подхода это наследование а именно мы хотим чтобы вот этот вот random дэв у нас реализовывал те методы которые описаны в интерфейсе рандом то есть хотим от наследоваться от вот этого вот интерфейс рандом поэтому давайте вот здесь вместо того чтобы дублировать и вот здесь вот писать еще вот кучу вот этих вот указателей и вообще полностью дублировать те сигнатур который у нас есть есть в этом методе мы просто от наследуемся от этого интерфейса и делаем так рандом близ а в итоге при инициализации на здесь добавится еще r стрелочка base . next r стрелочка base . free так приводить указатели мы точно также имеем право потому что у нас мы находимся с смещением смещение у нас указатель на первое поле и указатель на саму структуру они оба имеют смещение 0 и поэтому все остальное у нас будет корректно здесь мы получим здесь мы получим вот этот доступ к файлому дескриптору fd так вот вот эта вот штука в некотором роде это можно считать наследованием и вообще на самом деле наследованием считать вот это наследование является а вот что это такое наследование если не вспоминать какой вид у нас вот этого структура рандом и то что это является просто списком методов то есть это является интерфейсом то вот это вот вот этот вот код он может выглядеть как наследование так и просто агрегации это точно так же как у нас выглядит просто содержит добавление какое-то сюда просто еще какого-нибудь очередного поля в нашу структуру так это соответственно вторая концепция ну если говорить о том что мы хотим нас можем наследоваться не только от не только от интерфейсов но и от каких-то других классов от чего-то что больше чем интерфейс то есть от чего-то что может обладать своим внутренним состоянием в частности мы можем например считать что у нас любой генератор случайных чисел должен внутри себя подсчитывать сколько раз у него был вызван метод next ну например мы вот здесь вот делаем добавляем поле call count call count и таким образом у нас этот рандом перестает быть интерфейсом и становится уже просто обычным объектом своим внутренним состоянием а дальше у нас должен быть метод next у нас должен например увеличивать вот этот вот call count как ни странно с учетом того что здесь у нас появляется внутреннее состояние у нас возникает задача во-первых кроме конструирования и инициализации непосредственно объекта именно там для нашего random dev файловый дескриптора и так далее здесь нам нужно еще инициализировать ту часть которая отвечает за базовую часть подробнее как это происходит в C++ мы и как синтаксически это устроено мы с вами чуть позже поговорим с точки зрения внутренней реализации у нас вот здесь вот после того как мы выделили память здесь по факту мы выделили память подав все после этого нам нужно вызвать отдельно метод init чего-нибудь там init random и и здесь нам нужно отдельно вызвать метод init base от вот вот нашего указателя r и нам нужно еще его привести к random звездочкам вот так вот то есть нам нужно инициализировать базовую часть которая проинициализирует у нас вот этот вот call count и нам нужно инициализировать нашу остальную часть которая у нас проинициализируется с помощью init random так поехали дальше возвращаемся к нашему c++ ну коду в качестве бонуса нам здесь почти ничего из того что мы видели сверху мы видели на самом деле не совсем такой код но давайте пока добавим вот сюда вот какой-нибудь так вот этот вот int call count нам нужно каким-то образом инициализировать вариант 1 мы можем его инициализировать вот здесь вот так плохо инициализировать так не надо инициализировать как надо инициализировать сейчас чуть 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 позже скажу значит мы его здесь проинициализировали и нам нужно еще что сделать нам нужно еще в методе next поддерживать мы высокоуровнево договорились что call count это то сколько раз у нас вызывался метод next дальше нам дальше нам нужно вот этот вот ин вариант того что этот call count содержит корректное число каким-то образом поддерживать вот давайте например с помощью вот такого вот плюс-плюса это сделаем так так это мы сделали в методе next ну а теперь мы переходим к некоторой неприятной штуке и к следующей концепции давайте сейчас это сделаем после маленького перерыва и подождем и мы все и и и и и и Продолжение следует... 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 У нас есть некоторый call count, который должен поддерживаться корректно. Из неприятного... И мы с вами переходим к третьему понятию объектно-ориентированного подхода, а именно инкапсуляции. Мы хотим скрыть внутреннее представление нашего объекта. И второе, что мы хотим... Мы хотим защитить наш внутренний инвариант нашего объекта от разрушения извне. Поэтому от разрушения извне мы хотим защитить от непреднамеренного разрушения извне. Итак, как мы можем его, например, разрушить? Вот у нас есть наш R. Вот мы позвали где-то здесь... Позвали R... Next... Позвали еще R... Next... А дальше... Ну что мы можем сделать? Мы можем вывести непосредственно количество... R.callCount. Ну, вполне себе имеем право. Ну, дальше мы пришли и случайно, незлонамеренно, без... Без умысла на совершение такого противоправного деяния мы сделали R.callCount умножить равно на 2. И позвали еще R. Next... И вот здесь, в 120-й строчке, мы разрушили тот инвариант, о котором мы договорились для нашего объекта. А именно, мы испортили callCount. Собственно, договоренность с точки зрения языка... Вернее так, с точки зрения того, что мы хотели сделать, мы договорились, что у нас наш объект будет уметь считать callCount. Уметь считать, сколько раз у нас вызвался next. То, как он будет это делать, мы хотим, во-первых, скрыть. И нам, пользователю нашего класса random, не обязательно знать о том, что у нас внутри есть вот этот callCount, и к нему непосредственно обращаться. Как мы можем от этого защититься? Для этого мы можем с точки зрения языка, например, договориться, что у нас каким-то методом и каким-то полям у нас пользователь нашего объекта, пользователь нашего класса имеет доступ. К каким-то полям не имеет доступа. То есть разделить на уровни доступа. Это реализуется с помощью ключевых слов private public и еще одного, который мы пока не хотим рассматривать, потому что он нам не нужен и вообще не нужен. Эти ключевые слова являются, наверное, квалификаторами доступа. И пишется следующим образом. Правит. Дальше все полям методы, которые после вот этого вот правит, у нас являются приватными, то есть ими не может пользоваться пользователь нашего класса. Ну, в частности, как только мы написали вот здесь вот private, у нас, ну, на самом деле мы вообще не можем пользоваться нашим классом, потому что какими-то методами нам пользоваться нужно уметь, а именно нам нужно уметь пользоваться методом next, нам нужно уметь создавать наш объект, нам нужно уметь при выходе из скопа разрушать наш объект. Ну, соответственно, вот эти вот оставшиеся методы у нас должны быть публичными public. Почему до этого все было хорошо? И если бы вы попробовали скомпилировать этот код, он бы скомпилировался, потому что в структурах у нас по умолчанию все поля и методы являются public. Но мы можем, опять же, в структуре сделать не public. Один момент. Так. Вторая штука, которая есть в C++, это классы. То же самое, что и структура, только в классе по умолчанию все является private, за исключением того, что мы явно сделали public. Больше одно от другого ничем не отличается. Соответственно, как только мы написали вот здесь вот ключевое слово private, то полем fd и полем call count у нас, ну, пока, давайте пока ограничимся, что этими полями у нас могут пользоваться методы этого класса. В частности, внутри метода next мы можем пользоваться полем fd, можем пользоваться полем fd вот так, можем пользоваться полем fd вот так, можем пользоваться, модифицировать call count, ну, в общем, здесь инициализировать и так далее. То есть в методах этого класса мы к внутреннему скрытому представлению состояния нашего объекта мы можем обращаться. Извне мы к этим полям обращаться не можем. Соответственно, мы что получим? Мы вот в этом месте получим ошибку компиляции. И вот в этом месте получим ошибку компиляции. Ну, соответственно, следующая идеология, которой хочется придерживаться, давайте договоримся, что если у нас в нашей программе есть какие-то ошибки, то давайте большинство этих ошибок, сильное утверждение, давайте большинство этих ошибок у нас будет выявляться на этапе компиляции. На этапе компиляции компилятор будет говорить, что вот тут ошибка, тут ошибка, тут надо исправить, мы будем исправлять, после этого программа скомпилировать, и в этой программе у нас пропадут ошибки. Вот, таким образом мы с помощью того, что мы поставили вот здесь вот ключевое слово private, мы таким образом защитились вот от вот этой вот ошибки, и мы защитились от вот этой порчи вот этого вот инварианта. Соответственно… Один момент. Так. Соответственно, мы защитились. В итоге у нас вот в этой строчке мы не имеем доступа к каунту, эта строчка у нас не скомпилируется, мы сразу увидим, что мы здесь все портим. Давайте вот здесь вот… Тут у нас ошибка компиляции. Но, к сожалению, мы сломали еще вот в этом месте. Ну, чтобы эту штуку починить, давайте мы сделаем следующее. Мы напишем метод getter, int getColCount, который не будет иметь аргументов, и который будет возвращать callCount. Метод плохой, написан коряво, ну, кроме этого его нейминга, он еще с точки зрения языка написан плохо, но зато мы им можем теперь пользоваться. Здесь пишем… Здесь пишем… GetColCount. Ну вот, соответственно, у нас теперь внутренняя реализация нашего объекта у нас инкапсулирована, то есть скрыто от нас мы теперь не портим наш объект. Так, getColCount. Теперь, почему он сделан плохо? Ну, потому что… Давайте немножко забегая вперед, значит, он здесь потерялся return. На самом деле… Предположим, что мы… Как я уже сказал, наша цель, чтобы компилятор нас защищал от ошибок. При этом хочется, чтобы оно защищало от ошибок не только пользователей нашего класса, но и разработчиков нашего класса. Поэтому давайте защитимся еще от вот таких вот ошибок. Мы случайно вот здесь вот написали вот такую строчку. Никогда такого не было. Тут вот инициативу написали. Вот. Как мы хотим защититься от этого? Для этого… В следующий раз у нас подробнее с примерами будет про то, какие методы внутри класса бывают. Ну, в частности, мы можем объявить, что этот метод у нас является константным. То есть у нас этот метод не меняет внутреннего состояния объекта. Как это технически происходит, мы чуть позже посмотрим. Но в нашем случае, если мы объявили этот метод константным, то у нас в этом случае запрещено модифицировать поля этого класса. Ну, кроме каких-нибудь исключений. Поэтому у нас в этой строчке мы получим ошибку компиляции. Ну и, соответственно, мы сразу эту ошибку исправим и не будем такую ошибку больше допускать. Так. И теперь последняя вещь, которая связана с объектно-ориентированным подходом. Так, мы с вами упомянули абстракцию. Мы с вами упомянули наследование, инкапсуляцию. И последняя вещь – это полиморфизм. Полиморфизм – это, если в широком смысле, это выбор поведения в зависимости от контекста. Первую часть полиморфизма мы с вами уже увидели. А именно у какого-то объекта, у какого-то класса у нас может быть несколько функций с одним и тем же именем. И дальше у нас выбор поведения будет зависеть от того, в каком контексте мы находимся. Например, randomR две точки… Ой, два штриха. Мы в зависимости… Так, ну, это, естественно, не скомпилируется с вот этим вот переменным по умолчанию… с дефолтным значением аргумента. Поэтому мы его пока уберем. И здесь у нас в зависимости от того, с какими аргументами, с какими типами аргументов мы вызываем функцию. У нас будет выбрана, то есть в зависимости от контекста, с которым мы эту функцию используем, у нас будет выбрана та или иная… Это полиморфизм на этапе компиляции. А с точки зрения полиморфизма на этапе выполнения мы с вами тоже про это уже поговорили. У нас есть два генератора. Один randomRand, другой randomDev, которые созданы с помощью двух разных функций. Внутри они инициализируют метод next двумя разными способами. И здесь в зависимости… И дальше, когда мы вызываем R стрелочка next, здесь в зависимости от контекста мы выбираем ту или другую функцию. Либо функцию randomDev, в которой мы инициализируем метод next randomDev, либо функцию из класса randomRand. И здесь у нас уже выбор поведения будет происходить на этапе выполнения в зависимости от реального типа объекта, который мы используем. Эта штука называется динамическим полиморфизмом. Ну и, наверное, последнее – это полиморфизм, который связан с механизмом генериков в C++. Давайте про него чуть позже. В некотором роде к статическому полиморфизму можно отнести еще такую штуку, с которой мы уже сегодня столкнулись на примере перегрузки оператора сдвига. Для стандартного потока ввода, а именно перегрузка операторов. Ну, в частности, мы можем, например, перегрузить оператор минус для нашего класса, который будет у нас возвращать следующее случайное число. Зачем? Непонятно, так делать не надо, но мы решили вот так и сделать. В итоге, если у нас есть какой-то тип int, и если у нас есть наш r, и мы делаем... stdseout... 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 И мы можем сделать себя вот h точка оператор минус круглые скобочки. Ну вот, какой-то такой штука. И здесь мы в двух кейсах использовали унарный минус для int и для нашего генератора случайных чисел. И здесь компилятор в зависимости от контекста, то есть в зависимости от того, какой у нас тип на этапе компиляции для объекта с именем A и для объекта с именем R, у нас компилятор выбирает то или иное поведение, но, соответственно, тоже в некотором роде статический полиморфизм. Либо мы выбираем унарный минус для встроенного типа int, либо мы вызываем функцию оператор минус, вот то, как это написано в самой правой части, для объекта типа R. Так, наверное, из базовых частей объектно-ориентированного подхода и его иллюстрации в терминах C и соответствующих терминах C++, наверное, пока на этом все. Дальше мы с вами поговорим про, подробнее поговорим про конструкторы и деструкторы. Давайте пока перейдем к вопросам по этой части и потом, может быть, Александр Владимирович что-нибудь добавит. Так, давайте начнем с вопросов из чата про передачу аргумента как struct, random и так далее. Да, в C++ struct можно опускать, и когда мы пишем, например, struct string, у нас уже объявлен тип string. И нам не нужно делать никаких тайпдевфов. Не похоже, что на C++ все ошибки ловятся на этапе компиляции, но как минимум в C++ на этапе компиляции ловится намного больше ошибок, чем, например, на Python и так далее. Вот в этом отношении C++ достаточно... Сейчас скажу вещь, с которой Александр Владимирович сейчас поспорит. C++ достаточно безопасный язык. Нет, я с тобой не буду даже спорить. C++ достаточно безопасный язык, если его уметь готовить. Другое дело, что его никто не умеет готовить. Насчет уметь готовить, да, правда, в современном C++ вам, скорее всего, как только вы видите что-нибудь... Что-нибудь вот тут. Какое... Значит, вы либо зашли куда-нибудь не туда, ну, там N, да. Либо вы... Ну, да, вы сказали, когда вы в современном C++ увидели вот такое, значит, что вот эта строчка написана на чем-то очень плохом. Ну, короче, написано плохо, и такого вы видеть не должны. И так писать не должны. Вот. Поэтому, в принципе, современный C++, я бы сказал, чтобы он не сильно опаснее, чем тот же ГОА, не говоря про всякие прочие... Ну, современный C++ на самом деле сделал очень многое, чтобы сделать, по крайней мере, работу с памятью хорошую и безопасную. Если мы обмазываемся всякими поинтерами, шерид-шерид-шерид-птр, шерид-птр векторами, листами, нигде явно аллокации, делаллокации не делаем, то мы относительно safe. То есть здесь, конечно, все хорошо, и здесь все хорошо проделано. А где начинается с полный слив, это в прорелизме. Ну, и дальше у нас возникают невалидные ссылки и так далее. А про ссылки, Александр Владимирович, ты говорил в самом начале? Нет, нет, но это отдельно еще, но мы поговорим. Хорошо, про ссылки... Да, я только... Это отдельная тема. То есть C++, в принципе, ну, опять-таки, тут же дело какое. Когда вы начинаете писать ваши маленькие, уютненькие холловарды, то, конечно же, все у вас все хорошо, там все работает как надо и так далее. Но по мере развития любая программа развивается в том направлении, что рано или поздно вам потребуется написать свои аллокаторы, свои какие-нибудь там низкоуровневые манипуляции с буферами, и тогда, ну, тогда вы, в общем-то, тогда вы полностью получите все то, чего бы вы имели в языке C тоже. Другое дело, что как бы C++, по крайней мере, позволяет это делать. Но в тот момент, когда вам потребовалось писать свои аллокаторы, вы, скорее всего, у вас уже нет альтернативы C++. Да, да, именно так. Другое дело, что, когда вы дошли, потребуется писать свои аллокаторы, это значит, что ни один другой язык даже близко не справится. Так, Алексей, ты, значит, все про рендом рассказал. А ты не хочешь? А скажи, покажи мне этот чудный класс рендом. А сам класс? Нет, класс, он без наследования, вот он. Да, да, я понимаю. А ты не хочешь, например, FD здесь проинициализировать? А, да, вот я вот сказал, что вот так инициализировать нельзя, вот так вот инициализировать. В смысле, FD, вот он проинициализирован. Ну, ладно, это мы можем потом в дальнейшем рассмотреть, на самом деле. Да, ну, давайте пока у нас есть минутка, мы хотя бы сейчас с синтаксисом познакомимся, а потом его повторим подробнее. Значит, при инициализации, второй вариант инициализации, мы можем вот этот call count инициализировать вот таким вот образом, после объявления, после сигнатуры конструктора, после двоеточия, ой, call count, что, 8-то? Мы указываем то, как мы хотим проинициализировать вот это вот конкретное поле. В чем разница? Разница в том, что здесь эта инициализация будет происходить до того, как мы попали в функцию. И нет в кавычках, ну, в само тело конструктора, вот сюда. Ну, и, соответственно, это полезно, когда у нас вот это вот поле является чем-то сложнее, чем встроенный тип int. Это первое. И второе, как мы его можем проинициализировать? Мы его можем проинициализировать прямо здесь, вот таким вот образом. Я бы лучше бы здесь записал просто пустую пару фигурных скобочек. Ну, это, наверное, вот здесь, наверное, спорно. Как кажется, что для call count инициализация нулем – это более документированная штука. Ну, правильно, мы здесь инициализируем нулем. Да, но здесь мы инициализируем нулем. Я имею в виду с точки зрения того, что мы первый раз посмотрели на программу, мы увидели, что call count изначально сразу инициализируется нулем. Так, зачем фигурные скобочки в int? Если не писать фигурный скобочек и вот здесь вот не инициализировать, то, естественным образом, эта штука будет проинициализирована… Естественным образом, эта штука не будет проинициализирована. Поэтому мы не можем написать вот так. Мы можем написать вот так, проинициализировать нулем. Можем написать вот так вот фигурными скобочками. Ну, униформный шлайзер, я думаю, мы еще обсудим. И я бы, на мой вкус, еще и ФД бы проинициализировал нулем с единичкой. Ну, это на самом деле, если потом этот класс развивать, нам потребуется, почти наверняка потребуется, чтобы у него было дефолтное неинициализированное состояние, и это, скорее всего, будет полезно потом. Ну да. Так, ну давайте сразу, если предпричесывать, давайте вот эту вот штуку удалим, потому что это безумие. И если вас заставляют… Подожди, ты против стандартного стд-рендома? В смысле, который… Погоди, у стандартного стд-рендома нет метода минус, унарного минуса. А, у тебя минус, да, там есть методов скобки, сори. Нет, я про методов минус. Так, разницы между intx равно нулю и intx в фигурной скобочке нету. Ну, в нашем случае нету. В случае, когда это не int, а какой-нибудь встроенный тип, или какой-нибудь пользовательский тип, то давайте тогда сразу где-нибудь здесь вот посмотрим. Значит, пусть у нас есть какой-нибудь t, а, круглые скобочки, и t, а равно нулю. Ну, в случае, если это какой-то пользовательский тип, то первое – это вызов конструктора без аргументов, то есть функции init без аргументов. Во втором случае – это вызов функции init с одним аргументом типа int. так, да, и, наверное, еще последнее про функцию, если про инициализацию и разрушение. Значит, естественно, когда мы объявляем вот таким вот образом нашу переменную, то есть мы с вами вот посмотрели, что у нас, мы разнесли, и у нас разносится на самом деле, конструирование объекта состоит из нескольких этапов. Из, во-первых, выделения памяти, во-вторых, инициализации каких-нибудь составных частей, например, базовой части, ну и в конечном итоге, после выделения памяти и инициализации составных частей, у нас происходит вызов конструктора как функции, вот там в нашем случае функции random, над вот этим вот проинициализированным, над выделенным кусочком памяти. Ну и проинициализированным каким-то образом. Вот, соответственно, здесь у нас конструирование при создании объекта, так же, как и все встроенные типы, здесь выделение памяти у нас происходит на стеке. Ну и, соответственно, освобождение памяти у нас происходит, как только мы покидаем скоб, там в первом случае для R это мы выходим из функции main, в втором случае, когда мы покидаем вот этот вот скоб, у нас происходит вызов функции тильда рандом, вызов деструктора, и после этого у нас происходит вызов, после этого у нас происходит освобождение памяти. Естественно, мы можем сделать, наверное, следующее. Мы можем для нашего R позвать тильда рандом, и можем вот так, по-моему, тоже сделать. Соответственно, мы можем в явном виде позвать функцию деструктор. До тех пор, пока мы с вами не начали писать вектор и внутренности каких-нибудь контейнеров и так далее, вам не потребуется в явном виде вызывать деструктор, и деструктор в неявном виде у вас позовется, когда вы покидаете скоб. Более того, если вы в явном виде позвали деструктор, а после этого при выходе из скоба вы позвали деструктор того же самого объекта еще раз, то вы получили undefined behavior, и все сломалось. Соответственно, кейсов, когда вам в явном виде нужно вызывать деструктор, их, ну, они есть, мы с ними познакомимся, но в обычной нормальной жизни этого не требуется. Это вот делать, вот этого делать не надо. Так, это про деструктор, про оператор, минус, он здесь не очевиден, и его таким образом пользоваться не надо. Им так не пользоваться не надо. Александр Владимирович, ты про коды стайл и все такое сказал? Ну, Google Code Style, на самом деле, как один из вариантов, или вот этот вот странный местами текст, который этот, как это называется там? GSL? Да. Ну, там есть две вещи, есть имени Страус Трупа и, по-моему, Саттера. Да, Страус Труп Саттер, да, вот это, да. Вот. И в качестве поддержки вот этого, этих общих рекомендаций есть отдельно пилимая Microsoft, там библиотека шаблонов GSL для того, чтобы это было удобней. Сажда, правда же, что Саттер – это начальник C++? Нет, Саттер – это адепт C++ со стороны Microsoft. а кто сейчас начальник, по-моему, начальник по C++? Ну, в смысле, я не знаю, если в комитете начальник, наверное, можно неформальным начальником. Не знаю, не знаю. Я бы, я просто, мне казалось, что, например, в российском комитете нет председателя, там просто все примерно равны. Может быть. Ну, в любом случае, это как бы, это используется GSL-то? На практике нет, естественно, потому что в некоторых компаниях естественным образом используются свои велосипеды. Да, да, да. YSL. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, из них велосипедов как бы это скорее буст. Ну, это же, это же кошмар. Да, да. Ну, местами, в смысле, как обкатка того, что потом войдет куда-нибудь в стандарт, этими вещами, наверное, можно пользоваться. Вот. Ну, я предлагаю, да, там, я, я предлагаю, мы скинем ссылку тогда на, на репозиторию. Да вы и сами можете найти репозиторий. Там будет весь список литературы и, и все ссылки на дополнительные материалы. Тогда давайте на сегодня закругляться, переходить к финальной стадии вопросов и на этом заканчиваем. Есть ли какие-нибудь вопросы? Извините, пожалуйста, а запись занятия будет когда выложена примерно? Когда обработается, тогда примерно выложим. Эта запись может долго обрабатываться, это зависит просто от технических запись. у нас всегда будет отсутствовать. Мы Это вам объявим. если вопросов нет, тогда давайте на сегодня заканчивать. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.